итак тема моей первой презентации построение цифровой платформы города в технику я погружаться не буду если вам будет интересно естественно можем погрузиться опять же по счастливому стечению обстоятельств тот продукт о котором будет идти речь он представлен на стенде партнера компании мук правильно не ошибся поэтому можно будет подойти там пощелкать что-нибудь увидеть и уже задать там глубоко технические вопросы в своей презентации я хотел бы вам дать некое такое свидетелье не того как строится платформа для города какие есть подходы скорее даже организационные наверное и классические use case то есть типовые приложения которые могут быть в городе применены мы как собственно гря жители все городов в общем то для нас это наверно тоже будет интересно и и понятно опять же это все будет применимо и по другим вертикалям пару слов о о трендах и наверное к чему вообще эта тематика можно приложить и к чему и предложить и почему она на самом деле интересно в современном мире есть два таких очень устойчивых тренда по точнее один и на устойчивый тренд по появлению разных смарт-устройств каждый из нас уже там имеет телефон и это не просто телефона коммуникатор умный телефон у него есть выходом в интернет сразу и возможности по приложениям которые на нем запущены у кого-то кто занимается спортом есть там фитнес-браслеты которые тоже там собирать какие-то данные то есть мы живем в мире мире когда мы обрастаем разными устройствами и которые имеют ух ты это не туда который имеет какое-то либо подключение чем у тебя даже например висящий микрофон меня тоже уже подключили так что я уже тоже являюсь частью этого тренда суть на самом деле проста то что количество устройств растет просто геометрической прогрессии и если посмотреть по разным направлениям то можно увидеть что можно разделить на 2 2 больших таких кластера это то что называется интернетом вещей и то что называется умный город потому что под вывеской умный город количество вот этих подключенных устройств датчиков каких-то исполнительных элементов которые могут отдавать данные могут принимать какие-то управляющие команды растет больше всего и имеются практические приложения с которыми мы сталкиваемся ежедневно в своей повседневной жизни вот по некоторым оценкам вот которые компания циска регулярно проводит на количество устройств мире будет вот порядка 50 миллиардов 2020 году вряд ли кто посчитает но важен на самом деле порядок то есть то что их будет много с одной стороны это хорошо потому что подключение и дает нам действительно новые возможности по организации нашей жизни по привнесению каких-то очень удобных и полезных сервисов для нас как для жителей например города но при этом несет ряд других аспектов в частности там ну и безопасность естественно там классический пример интернета вещей это для многих это умный холодильник который сам там знает сколько у него продуктов и сам может быть там теоретически заказывать их там где-то в магазине но если задуматься то рано или поздно вот этот умный холодильник будет оспаривать право первенства там с умным пылесосом или там еще с умной стиральной машиной и кто кого победит тоже непонятно вот поэтому да это тренд количество устройств растет и под вывеской умного города их там по оценке растет больше всего опять же все вот эти направления они потенциально интересные в них очень много приложений правила подходы архитектуры все применимы в каждом из этих направлений если посмотреть по трендам таким макроэкономическим и вообще организационным так на страны то видно несколько четких тенденций прежде всего это стремительная урбанизация то есть по большому счету города стремительно расширяются и люди стремятся приехать в город потому что это больше возможности это лучше образование лучше здравоохранения традиционно больше выбора для собственной карьеры больше приложений к себе и соответственно больше денег и в общем качество жизни естественно предполагает быть лучшим и даже вот если взять статистику по украине то на текущий момент я точно не помню по моему это за прошлый год как раз данные если точно говорить то 69 половиной процентов населения украины живет в городах это немало и количество населения в городах она опять-таки стремительно растет скопление людей скопление машин скопление даже там производство либо обрастание каких-то ключевых предприятий городами она влечет за собой другие еще факторы которые влияют на окружающую среду понятное дело что есть города там например с металлогической направленностью там криворок например там проехать через этот город и на машине такая выпадает желтая пыль честно говоря когда подумаешь что эту пыль в течение нескольких лет оседает в организме ну становится очень грустно но тем не менее такая проблема тоже есть и она за собой влечет определенные тоже организационные моменты и опять-таки технологические инновации которые приходят в нашу жизнь ну и очень важный фактор для и тренд скажем так это экономические ограничения то есть те которые вызывают скоплением людей и по сути фокусом людей на финансовых областях образовательных то есть но скорее не не производственных и возникает некий перекос в населении когда мы все стремимся меньше руками работать и больше зарабатывать вместо того чтобы заниматься с контакт жизненными вещами и что-то производить все это приводит к тому что вот эти тренды они меняют нашу жизнь и нам необходимо там при увеличении количества людей решать задачи и нам даже наверное городским образовательным учреждениям муниципальным организациям решать проблемы связанные с трафиком с пробками решать проблемы с парковками решать проблемы с образовательными учреждениями с доступностью образования здравоохранением экологией и так далее так далее то есть мы по сути волей-неволей вынуждены идти каким-то новым конструкциям организационным и технологическим для построения действительно уже там цифровых и умных городов компания циска вместе с аналитическими агентствами провела некий обзор в результате которого родилась цифра что вот эти все тренды привели к организации нового рынка который называется smart urban services объем этого рынка чудовищный 3 триллиона долларов опять же как считали непонятно но важно важен порядок величины то есть это огромный рынок это прежде всего это раз во вторых мы все как жители городов вовлечены в этот рынок как участники его и мы результаты новации результаты новых сервисов на этом рынке мы ощущаем на себе поэтому это видимая ощущаемая и вещь которая действительно можно померить измерить при этом хотел бы еще отдельно отметить вот цифры некоторые которые связаны допустим но видео с ровным написано на самом деле это больше касается общественной безопасности чаще всего это понимается там систем видеонаблюдения одна самых больших цифр ну там open data это честно говоря так то что не попало в остальные квадраты эта часть которая является неотъемлемой для города это по сути безопасность наша особенно там в нынешнее смутное время и те вызовы которые стоят перед обществом то есть это действительно вещь которая всегда будет неотъемлемой частью любого умного города и чаще всего когда возникает задача построение умного города цифрового города начинают именно с этой с этого направления какой же если посмотреть на как организована городская среда и городская инфраструктура то можно увидеть совершенно очевидные вещи прежде всего есть разные департаменты отвечающие там за например жкх за транспорт за освещение за уборку мусора и каждый из этих муниципальных образований по сути для своей работы строит собственную инфраструктуру в меру своей осведомленности и представления ну и соответственно там может быть бюджета и в итоге мы получаем что в рамках одного города вроде как есть у нас там мэр администрация которая отвечает за все в целом но при этом очень сильно разрозненные элементы которые зачастую друг с другом плохо скоррелированы особенно когда возникает необходимости взять данные из одной системы передать другую мы сталкиваемся с организационными препонами и с технологическими как взять из одной базы данных и перебрать перебросить данные в другую базу то есть такой подход он есть сейчас используется и одно из основных основополагающих изменений которые должны произойти для построения цифрового города это как раз унификация вот этой инфраструктуры идея проста сделать некую единую инфраструктуру и на нее уже как как приложение как какие-то специфичные реализации наложить то что уже является узко специализированным там управление жкх управление транспортными потоками там инцидентами обеспечения безопасности и так далее так далее и в этом случае возникает очень интересная интересный эффект во первых меняется организационная модель построения использования инфраструктуры раз во вторых вовлекаются в этот процесс новые участники типичные для нас скажем так для эти рынка это операторы связи как поставщики и операторы данных вовлекаются компании интеграторы которые делают какие-то отраслевые решения вовлекаются даже маленькие компании которые могут привнести даже стартапы которые могут принести долю там аналитики над данными либо какие-то узкие специфичные приложения закрывающие действительно нужную нишу например там приложение для там организации парковки либо там приложение мобильные даже приложение для сдачи показания по счетчикам то есть это все достаточно простые вещи но они ложатся на единую инфраструктуру на единый подход и тогда получается кумулятивный эффект об этом я еще буду говорить и на некоторых таких практических примерах поэтому когда мы мы имею ввиду компания циска подходим к задаче построения инфраструктуры города естественно мы чего начинаем с задачи упорядочивания либо построения некой сетевой инфраструктуры это может быть несколько вариантов естественно там и проводная и беспроводные сегменты с точки зрения организационной это может быть инфраструктура которая находится во владении действительно городом то есть город берет эту инфраструктуру себе на баланс ее эксплуатирует и уже за нее отвечает и уже все приложения подключает к этой инфраструктуре есть также другие модели уже апробированы в жизни которые показали свою эффективность и жизнедеятельность когда в построении инфраструктуры активно участвуют операторы связи как это выглядит город например хочет обладать данными и владеть собственно говоря данными поэтому строит свой собственный сот и операторы связи строят всю оставшуюся инфраструктуру по городу она у них на самом деле так есть потому что операторы связи предоставляют нам интернет домой телевидение сейчас еще современный тренд это домофоны соответственно они становятся домофонными операторами они расширяют свое присутствие и создают там некоторые сервисы по обеспечению безопасности там для для дома для управляющих компаний для каких-то коммерческих предприятий то есть по сути процесс создания цифрового там умного города он толкает оператора связи к модернизации сетей что в итоге мы увидим мы увидим в итоге как потребители как жители города более качественный скоростной интернет причем это по сути за счет того что вы ли идет вливание там части финансов стороны города для жителей стоимость интернет становится меньше качество повышается соответственно появляются новые сервисы потому что если оператор связи внедрил скажем так кусок безопасности там поставил какие-то камеры которые наблюдают за улицей ему ничто не мешает поставить еще камеры которые наблюдать будет за двором либо за детской площадкой либо там за садиком и продать вот этот вот этот же инструмент как сервис уже непосредственно там конечному потребителю то есть несмотря на модель которая есть там b2g так называемый business to government операторы связи открывают для себя нишу по предоставлению услугу услуги либо b2b бизнес-то бизнес либо b2c бизнес-то консюмер непосредственно потребителям то есть с одной стороны город развивает свою инфраструктуру и при этом толкает оператора связи на инвестиции и на расширение собственного портфеля кто от этого выигрывает естественно выиграют от этого все разворачивание беспроводных сетей опять же дает очень простой и зачастую нефицированный доступ к сервисам которые есть в городе очень популярный тренд и неотъемлемая часть умного города это является мобильное приложение для осуществления связи гражданин и там администрации то есть по сути увидел там что-то плохо лежит либо что-то плохо сделали сфотографировал отправил жалобу по сути это жалоба она быстрее дойдет до конкретного там исполнителя чиновника который отвечает за это направление чем какая-то организованная там комиссия которая по какому-то заранее спланированному маршруту будет ездить и там смотреть только туда куда и подрядчик указал построение вот такой инфраструктуры по нашему опыту давала очень интересные еще вещи связанные с теми расходами которые город несет например подрядчик который убирает снег он горит я все сделал чиновник чиновник состоянии посмотреть там допустим на камеру видеонаблюдения увидеть что там ничего не изменилось может посмотреть в архиве там никто не ездил никто ничего не убирал а при этом подрядчик приносит счета на оплату уже как бы выполненных работ то есть это дает дополнительный контроль и экономию конкретно для администрации то есть это уже вещи которые измеряются и которые уже могут давать скажем так дополнительный импульс для развития этого направления более того строя инфраструктуру и насыщая ее умными интеллектуальными вещами город получает дополнительные данные о транспортных потоках у их периодичности вот там например по жкх соответственно пиковые нагрузки по часам и это все позволяет более эффективно спланировать работу ну давайте на объекте там транспортной инфраструктуры то есть можно выделить например полосы для реверсивного движения зная периодичность и загруженность определенных трасс можно выделить для ускорения общественного транспорта выделить выделенные полосы причем которые в какие-то конкретные временные отрезки будут доступны только лишь для общественного транспорта во все остальное время будет доступна для всего транспорта то есть вот этот вот назовем его тюнинг он может быть сделан на основании тех данных которые собраны как раз вот с этой инфраструктуры и этих умных вещей я бы хотел вот забрать скажем так несколько примеров типичных для цифрового лунного города для того чтобы вы могли понять принцип построения и задействования скажем так тех технических средств которые опять же компания циска предлагает первое это как раз управление дорожными инцидентами суть наверное даже это этого направления можно обозвать там как интеллектуальная транспортная система и за ней кроется возможность детектировать инциденты которые осуществляются на дороге быстро их определять реагировать по ним смотреть нагруженность транспортных потоков управлять светофорными объектами то есть условно говоря строить более умное управление то есть если у нас есть определенные магистрали где нам нужно быстрее обеспечить проезд машин и при этом они пересекаются с другими проспектами то изменив режим работы светофора мы можем управлять вот этим транспортным потоком есть четкая статистика которая говорит какое количество секунд задал должен гореть зеленый для того чтобы пробка определенной длины она быстрее рассасывать все это опять же опыт мировой который может быть привнесен организация зеленых коридоров когда там необходимо очень важным людям очень быстро проехать тоже вполне может быть и один из наших проектов по моему да в узбекистане он собственно и начинался с простой задачи обеспечить зеленый коридор для кортежа президента от аэропорта до его резиденции казалось бы задача странная немного но в итоге это привод к тому что в была внедрена интеллектуальная система управления светофорными объектами и планомерно она была распространена на весь город что дало в общем то действительно эффект по уменьшению пробок и по более слаженной работе всех объектов транспортной инфраструктуры чаще всего это выливается в некий ситуационно-аналитический центр он может быть выделены под задачи транспорта он может быть единый для города разные бывают сценарии но суть в том что данные которые установлены там с датчиков на транспорте они постам от машин может быть даже они поступают вот как раз подключается к этой сетевой инфраструктуре города обрабатывается и через эту инфраструктуру передается в аналитический центр в итоге как это происходит принцип работы детектируется какой-то инцидент зачастую даже автоматически сейчас очень развитое уже средства видео аналитики которые определяют например остановку машины в неположенном месте банально если есть магистраль на которой нежелательно чтобы остановились машины для которые затормозят весь поток это можно определить там с видеокамеры можно определить среднюю скорость потока можно определить и отсечь грузовой транспорт от обычного автомобильного транспорта то есть вот эти все задачи они могут быть обнаружены автоматически передается в ситуационный центр оператор может быть подтвердить и либо автоматически запустить какие-то сценарии реагирования либо уже там в ручном режиме как-то там взять управление что-то тоже сделать опять же очень важный момент здесь меня на слайде не нарисовано но здесь получается движение в эту сторону но очень важно что на уровне ситуационного центра происходит еще и по сути закольцовывания то есть когда мы детектируем инцидент очень важно потом удостовериться что он был исправлен и вот такого рода система она позволяет все это дело выпрямить то есть мы регистрируем инцидент назначаем ответственного ему дается задание им дается информация реагирует все мы контролируем то что инцидент был исчерпан для уровня управления городом уровня администрации определенная статистика какие инциденты были кто по ним что сделал и опять же вся прозрачная работа всех службы и организаций которые призваны для обслуживания с ком так или управление этими инцидентами опять же бонус для государственных чиновников значит что касается безопасного города опять же сценарий очень схожие но я единственно вот испытываю определенный скейсис по поводу камер со встроенной аналитикой именно для цели безопасности именно как безопасного города потому что практика показала что эффективность например банальных там колонна экстренного вызова либо домофонов возле подъездов которым добегает человек которому там ударили по голове либо там бабушка скорбящий значит нажала и пожаловать эффективность таких выше чем и любая аналитика поэтому по нашей практике там по моей личной практике чаще всего внедряется определенная инфраструктура системы видеонаблюдения которая делает фиксацию и предоставляет онлайн доступ по каким-то тревогам либо событиям которые поданы что называется там с полей аналитика который детектирует там какой-то вот очень сложный инцидентом не за драку например это она всегда будет иметь очень много но поэтому это направление она в общем-то достаточно простое понятная и схема ряги там так все процесс она схожая с транспортным примером то есть детектируем передаем ситуационный центр реагируем и потом контролируем под этим конечно у компании циска там есть целый кластер решений об этом наверно следующей части презентации я расскажу побольше управление парковками это тоже один из примеров наверное может быть не так популярна в нашем регионе но в европе это действительно очень большая проблема потому что особенно центральной части городов исторические части это очень узкие улочки очень много машин и поиска вот свободного места и собственно говоря потом учет от запаркованных машин он является действительно проблемой более того вот этот пример он позволяет очень важный момент он позволяет сделать монетизацию проектов под вывеской умного города это как раз с одной стороны несет дополнительные сервисы комфорт для граждан потому что вместо того чтобы ездить и петлять там по району можешь в принципе знать уже куда приехать и даже там какое-то место себе забронировать это раз во вторых для города это возможность отсечь некоторых автомобилистов которые могли бы приехать на общественном транспорте либо вообще дойти пешком то есть это снижение потока машин это снижение машин там в исторической части улучшение там исторического привлекательности скажем так региона для района для туристов и опять же выбросы и экологическая атмосфера все это положительно влияет структура обычно такой парковки она выглядит очень простая это вкапываются либо там встраиваются сенсоры которые детектируют парковку либо там опять же с видеокамер тоже это можно сделать и в этой презентации покажу это как это может быть выглядеть далее есть у нас приложение которое показывает где какие свободные слоты есть мы собственно говоря подъезжаем за занимаем это место в приложении выделяем данном этом приехали номер там парковки такой-то который автоматически может быть подцеплен приложением из геопозиции мы говорим да там заплатить там небольшую копеечку знать и уже как бы спокойно можем идти и не беспокоиться что наши машины там не везут и что она стоит абсолютно легально при этом органы которые занимаются контролем парковочного пространства и опять-таки город он получает информацию по статистике приезжающих машин это раз получает естественные деньги это два для развития системы и очень сильно экономит на автоматизированных либо там ручных средств контроля когда там люди ходят и например на пытается выписывать в ручном режиме и там регистрировать эти нарушения парковки там не положенных местах либо нарушение там парковка без оплаты и так далее то есть это в принципе тоже очень интересная вещь не обязательно она может быть распространена там на весь город может быть на кусок города опять-таки там где это действительно востребованная где есть в этом потребность более того опыт показывает что дифференциация стоимости парковки в состоянии сбалансировать количество людей которые приезжают разные районы то есть если у нас район очень нагруженный как у нас обычно заведено строится большой бизнес-центр и возле него там 10 парковочных мест понятное дело что рядом с этим центром будет вставать там в два в три вида вполне может быть для того чтобы это избежать соответственно в этой ситуации конечно не очень красивой просто ставится система платной парковки задирается тариф и в итоге те кто не заплатил значит эвакуатором увезли штраф оплачивает те кто приехал заплатил ну соответственно должен уже делать выбор либо прийти пешком либо если уже позволяет средства значит приехал заплатил то есть тут в принципе практика показывает что это действительно рабочий инструмент для балансирования именно управления транспортными потоками в таких нагруженных районах ну в принципе я уже сказал как говорится основные преимущества наверное и для всех опять же для жителей это действительно хороший знак и действительно облегчает жизнь я вот лично пользуюсь этим в своей жизни постоянно управление уличным освещением это тоже один из интересных примеров почему потому что во первых количество фонарей в городе большое даже страшно представить это десятки зачастую там десятки тысяч фонарей более того их слабая энергоэффективность выливается в низкую освещенность именно той зоны которую он должен светить освещенность той зоны куда в принципе может быть и не и не должен светить это раз во вторых в большие расходы потому что кпд стандартных ламп достаточно низкий и сейчас один из современных трендов это как раз замена фонарей на светодиодные с светодиодами с возможностью диммирования то есть управление освещением возможности фокусирования и тут возникает очень много разных сценариев когда на фонари на сам столб тоже клеится светодиодная лента например и если есть пешеходный переход то на эту ленту может дублироваться цвет который загорается на пешеходном переходе то есть это если зеленый то соответственно столб будет подсвечиться зеленым если это красный то он будет красным соответственно для водителя который может быть для которого закрыт сам знак он светофорный объект он может это увидеть легко находясь как говорится видя сам фонарь более того для улицы где темное освещение вот этот светодиодный фонарь с изменяемым уровнем освещения он может показывать и предупреждать о пешеходном переходе неуправляемо он соответственно не мигать может и так далее возможностей очень много а идея на самом деле очень простая ставится некий модуль управления все это опять-таки подключается к городской инфраструктуре и где-то там в ЦОДе ставится система управления которая позволяет вот эти сценарии уже реализовывать вывоз мусора казалось бы дурацкая затея но практика показала что планирование даже банально планирование маршрута вывоза мусора но это дает очень серьезный экономический эффект один из последних примеров буквально текущий момент проходит пилотирование системы вот это управление вывозом мусора в одном из итальянских городов город не очень большой порядка 300 тысяч человек так вот даже тестовая зона которая была развернута показала что экономия в год порядка 2 миллионов евро только с тестовой зоны которая включает только центральную часть города совсем небольшую то есть это достаточно серьезные деньги и которые позволяют мало того что окупить все инвестиции которые сделаны в этот проект но еще потом давать как говорится возможность зарабатывать и самое главное улучшать сервис для жителей жители уже не будут видеть переполненные бачки которые плохо пахнут особенно летом и соответственно сервисная организация будет более эффективно использовать свои средства в виде там мусороуборочных машин опять же те данные которые собираются по статистике очень интересные и потом дальше с ними можно тоже многие интересные вещи делать состояние окружающей среды это очень важный момент связанный с городами где есть опасное производство опять же это является неотъемлемой частью системы безопасного города потому что если происходит какая-то техногенная катастрофа то за счет этой системы мониторинга можно понимать и прогнозировать самое важное зоны поражения, заражения и уже проактивно действовать вывозя людей либо привлекая какие-то уже средства интересный еще момент в том что современный тренд особенно в Европе заключается в том что ужесточаются нормы по выбросам вредных веществ и многие наверное из вас слышали про Киотский протокол, Парижский протокол который говорит о том что все производства особенно которые находятся в черте города они мало того что обязаны внедрять средства улавливания вредных веществ и снижать свои выбросы и плюс штрафы повышаются из года в год в разы я думаю что Украина в этом плане тоже поддержит общие тренды и более того это очень хорошее опять-таки средство монетизации для города убиваем двух зайцев зарабатывает город штрафовое предприятие улучшается экологическая обстановка и в этом плане вот эту систему по мониторингу экологической среды окружающей среды может внедрять как и сам заказчик владеющий предприятие владеющий вредным производством самим знать и собственно реконтролирующие органы там город как таковой и более того оператор связи установив это на своей инфраструктуре может давать данные экологические непосредственно городу на основании которых будут выписываться какие-то штрафы либо там детектируются нарушения схема опять-таки очень стандартная датчики либо там какие-то метеостанции просто подключается к городской среде инфраструктуре и опять-таки сбрасывается в некий сот либо центр сонный центр где производится обработка таких данных теперь что касается компонент который занимается циской в общем то чтобы вы четко понимали где мы позиционируем себя и где мы оставляем огромное пространство для наших партнеров ну понятное дело что оборудование беспроводной сети магистральное оборудование проводные сети то есть это по сути вот этот кусок неотъемлемой инфраструктуры которая обязана быть в современном городе серверное оборудование для построения институционных центров обработки данных это тоже наша часть на которую мы претендуем системы видеонаблюдения безопасности у нас есть интересное решение и по видеонаблюдению и по организации экстренной связи и что очень важно это система управления как некий ИОТ платформа интернет вещей то есть некая платформа которая в состоянии обеспечить вот этот сбор данных естественно компания Cisco никогда не ходила и не будет смотреть в сторону оконечного оборудования датчиков да у нас есть партнеры которые в нашем просвисте добавляют в наш просвист свои устройства но мы по сути продаем это как цельное решение мы ими не занимаемся более того есть еще ряд шлюзов для датчиков то есть это по сути интеграция в более специфичные вещи то есть например там мы не занимаемся там BLE контроллерами на блютузе которые тоже могут быть использованы там шлюзы там в протоколы типа Zigbee и так далее то есть мы больше ориентированы на инфраструктурную часть но и опять таки прикладное программное обеспечение это по сути то что видит либо заказчик либо конечный пользователь там как житель то есть мы этим тоже не идем причина проста в конкретном случае в конкретном городе есть конкретный человек который хочет видеть что-то совершенно понятное конкретно ему поэтому это зачастую общие вещи они собираются в конкретные изображения дешборды, интерфейсы которые понятны и приятны с конкретным уже заказчиком в лице города что касается вот этой инфраструктурной части которая в состоянии собрать эти данные и эти данные предоставить уже для приложений у нас есть решение которое называется CDP которое ну мы его называем цифровой платформой хотя опять же вот меня наверное пожурят мои коллеги я все таки ее рассматриваю как некую шину куда может быть подключено разнородное устройство поставляющее разные данные это и метеоданные и видео и данные там с каких-то исполнительных устройств то есть вот конкретно снизу если смотреть то есть это уже нижний уровень датчиков и разных контроллеров они все через вот эту инфраструктуру опять таки которая сквозняком идет через мою презентацию подключается вот некой ну по сути это программный продукт который является интеграционной шиной а дальше вот самое интересное то что подняв данные на этот уровень мы уже имеем возможность эти данные отдать в любое приложение которое захочет эти данные принимать то есть если например возникает небольшая компания которая говорит я хочу прийти и сделать какое-то приложение по анализу движения транспортных потоков плюс там перемещение людей сопоставить автомобильный транспорт и пассажиры потоки пожалуйста данные совершенно с разных подсистем но на уровне вот этой интеграционной шины вот этой платформы эти данные доступны для этого приложения это очень просто им отдать принцип работы очень простой то есть это опять же еще раз повторюсь что независимо от природы датчика от источника этой информации в каком он виде подает эти данные подключаются через специальные коннекторы к некой скажем так универсальной шине где происходит происходит ее нормализация где может быть происходить обработка тех данных формирование каких-то правил вычисления на основе сырых данных каких-то других показателей и уже через готовые там это передается на уровень приложения опять же несмотря на то что стрелочками нарисовано это в одну сторону по сути это информационный поток данных на основании вот этих данных при уровень приложения может быть в обратную сторону отдать какие-то команды переключение светофора включение там какое-то информационное табло вывод какой-то информации на еще куда-то то есть это все в принципе платформа обеспечит коммуникацию в обе стороны как может выглядеть пример такой реализации выглядит наверное страшно но вы должны увидеть очень важную вещь то что наша часть она в середине мы собираем эти данные а при этом работаем с очень многими компаниями часть из которых являются отраслевыми то есть кто-то делает там датчики парковочные отлично мы умеем с ними работать если появилась компания например украинская компания которая решила сделать свои датчики пожалуйста их тоже можно подключить и это будет так уже совместное какое-то решение с участием украинской компании при этом собрав данные мы отдаем на уровень вверх на уровень приложений и здесь возникают уже там приложения по парковкам и приложения по уборке мусора приложения там для медицины одна из типичных задач которой я сталкивался в своей жизни например приезжает скорая помощь забирает пациента и везет его но вопрос в том что пока она в движении нужно передать информацию в больницу для того чтобы уже что-то начинали готовить для того чтобы принять этого пациента и проводить уже соответствующие там медицинские действия которые нельзя провести в машине реанимацию то же самое статистика к сожалению очень некрасивая потому что количество людей которые погибают в этих машинах оно очень большое и одна из задач как раз снизить вот эту смертность она может быть за счет того что эта машина может быть подключена опять же к этой инфраструктуре опять же те данные передаются и уже какие-то действия совершаются у меня презентация живет своей жизнью к сожалению вот дальше опять же организационная модель как я и говорил идет определенный тренд смещения в сторону сервисной модели то есть город уже зачастую избавляется от нетипичных функций обслуживание не знаю там мусорных бачков обслуживание там машин которые убирают мусор то есть городу проще перейти на сервисную модель и платить за конкретный предоставляемый сервис с конкретной там и контролировать выполнение этого более того практика показывает что прописывание в такие сервисные контракты жестких штрафных санкций которые зачастую приводят не к платежам в сторону подрядчика а наоборот к штрафам со стороны подрядчика в сторону города драматично повышает качество сервиса это действительно так и к сожалению на начальных этапах я тоже не раз видел когда подрядчики думают ну ладно бог с ним там ну ну не сделали ну и что а когда начинает уже платить не они получают деньги а с них взимают штрафные санкции тогда уже отношение к этим подрядным договорам оно уже меняется и люди действительно начинают работать и выполнять свои обязанности более того сервисная модель подразвивает под собой уже поэтапное внедрение то есть грубо говоря построив инфраструктуру и добавив там например разворачивание системы мониторинга парковки например на одной улице 10 парковочных мест 10 датчиков то есть по сути город либо там оператор связи в зависимости от модели он будет грубо говоря платить только лишь за эти 10 датчиков и если вот рассматривать вот эту парковку как услуга то мы видим что есть интегратор который является по сути руками и владельцем скажем так технологического решения он это сдает оператору связи опять таки вот с участием компании циска и производителям тех же датчиков например и все это предлагается уже оператору сервиса который свою сторону может предложить уже для города то есть вот эта конструкция она жизненная она работает и она позволяет привлечь инвестиции уже на стороне оператора связи то есть бывают модели и об этом тоже двумя слайдами позже я еще покажу когда город вообще не платит то есть город по сути говорит хорошо я заинтересован там сервисе давайте и зачастую проекты по умным городам цифровым городам они упираются не в деньги или там в их отсутствие денег они упираются скорее в организационные моменты когда либо не хотят ничего делать либо просто не знаю даже как сделать мы уже можем например показать что даже в отсутствие денег у города можно запускать вот эти сервисы и модернизировать всю инфраструктуру и давать возможность зарабатывать оператором связи и даже зарабатывать городу опять таки ну читаем между срок кто за это платит за это платят жители когда я упоминал по поводу умного освещения сказал о том что столбов и фонарей очень много это действительно очень интересный момент потому что столб он может быть стать неким таким ключевой точкой сбора разной информации и вот например есть у нас слайд не очень удачный на самом деле более удачный слайд когда есть решение когда у нас есть фонарь управляемый естественно у него есть вычислительный модуль у него есть в том числе камера видеонаблюдение и вот в рамках этого фонаря мы можем сделать и умное освещение то есть с диммированием с изменением там даже температуры вот у нас там праздник настал значит мы начали фонарь сделали не белым а там красненьким или зелененьким с каким-то оттенком всякое веселее и уже по-другому выглядит в том числе с этой же камеры очень удобный ракурс потому что под фонарем у нас хорошее освещение мы все видим да немножко там на лица смотреть неудобно но увы как говорится другие задачи можно отследить в частности посчитать даже количество пешеходов можно проконтролировать даже там количество людей которые на остановке оценить грубо можно посчитать в том числе и парковку вот приложение которое опять же столба с этого ракурса которое считает с точки зрения математики не очень комфортный случай это парковка вдоль дороги то есть мы можем видеть подъезд машин и меняется визуализация в приложении то есть я допустим как водитель еду и подъезжаю там к этому пространству я могу посмотреть стоит ли мне там в этот переулок или особенно в тупик сворачивать там есть вообще места или нет ну опять же не знаю насколько это актуально в общем-то для Украины конкретно для Киева управление освещением тоже может давать разные возможности по например какой-то инцидент случился его подсветили начинается диммироваться или там мигать немножко там освещение на подъезде как раз сигнализируя для всех едущих машин о том что там произошло какое-то ЧП реально в моей жизни были случаи но это больше даже наверное не в городе имело смысл а на скоростных автострадах когда неожиданно возникает там ДТП и соответственно на скорости можно реально там въехать и стать его еще дополнительным участником вот поэтому такое взаимодействие с освещением с лампами тоже может быть реализовано Результаты реализации программы «Ной город» уже в принципе на основе опыта есть у нас внедрение по всему миру дают именно качественные количественные показатели которые улучшаются после внедрения этих проектов и части конечно из них не являются не имеют монетизации там часть безопасности не имеет монетизации но части которые связаны например вот с освещением с парковками с фиксацией нарушения ПДД это очень такая тоже очень интересная тема потому что с одной стороны и деньги живые с другой стороны опять-таки дисциплинируют водителей не нарушать скоростной режим не парковаться там где не положено не ездить например там по выделенным полосам и так далее Wi-Fi медиа экраны могут использоваться для рекламы более того эти же средства установлены на остановке позволят давать информацию по транспорту по расписанию там и подъезду автобусов то есть это то к чему мы тоже рано или поздно придем в Европе например можно там до минуты рассчитать полностью свой маршрут и кто в Европе пользовался гуглом например очень удобно то есть там не надо думать вот вообще не надо думать выходишь тебе говорится иди сюда через там три минуты приедет какой-то автобус у него сядь и отсчитай пять остановок все ты доехал более того если ты заблудился и опоздал на остановку обновил приложение у тебя перестроился маршрут и возможно ты поедешь на другом автобусе то есть опять же это элементы умного цифрового города которые дают возможность конкретно пользователю городу дают возможность заработать что касается вот схемы реализации городских проектов вот такая блок схема я думаю вам тоже может поможет если у вас такого рода проекты есть для общения с чиновниками выделен ли бюджет чаще всего нет денег нет и не будет это типичный ответ и на самом деле это даже может быть и хороший сценарий потому что можно сразу приходить и говорить хорошо денег нет но у нас есть интересное предложение по допустим тому же умному освещению то есть есть уже несколько на рынке предложений компании которые приходят и говорят мы меняем вы даете добро а мы меняем за собственный счет столбы освещения при этом плата которая была которую город платил город продолжает платить но только уже этой организации а за счет экономии и за счет эффективности вот эта компания которая проинвестировала возвращает свои деньги более того такие сервисные контракты энергосервисные контракты подразумевает что после периода окупаемости он обычно там ну в разных случаях он по-разному но он где-то от 3 до 5 лет плюс какой-то небольшой период когда эта сервисная компания зарабатывает соответственно после этого периода вся инфраструктура переходит городу то есть город по сути срезает себя вот эти платежи и те которые он и так платил как бы не меняя ничего и внедрив такую систему опять же те кейсы которые я уже там примеры описывал дальше можно идти опять же по этой самой схеме есть разные модели сервисные модели опять же с привлечением операторов связи у которых обычно есть деньги за счет интернета за счет жителей и они готовы проинвестировать для того чтобы оказывать услуги уже государству то есть в каждом случае это наверное индивидуально и если у вас есть что обсудить я думаю что совместно с нами на основе нашего опыта мы можем вам подсказать или рекомендовать какие сервисов можно внедрять более того у нас достаточно на основе нашего опыта есть уже пакет готовый где каждый из вот этих перечисленных там элементов парковка освещение имеет четкую финансовую модель то есть мы можем сказать да вот такое-то количество датчиков строится из такого-то оборудования окупается такое-то платежи должны быть такие-то организационно это выглядит так-то как бы структура документов договоров такая-то как бы для государственного образования по сути нужна только воля для того чтобы внедрить эти решения в итоге они получают модернизацию как говорится медаль на шею о том что они инноваторы внедрили улучшили углубили жители получают новые сервисы это наверное все по построению инфраструктуру города я надеюсь что вы может быть что-то полезное для себя вынесли как я и говорил минимум техники потому что технические аспекты там есть очень интересные вещи но мы будем обсуждать следующая презентация но опять же приглашаю всех посетить стенд компании где вы можете увидеть этот CDP для того чтобы увидеть как это потенциально может выглядеть сбор данных и в едином представлении представлении в и потом дадим я